Первого красавика у некоторых магазинах в области з'явились подвойные ценники, суммы у теперешних грошах и, для информации, суммы после деноминации. Каблюдзи звыкались с новой грошовой реальностью. Але пытанью у грамадзян застаётся немало. Головное из них, как будут выглядать новые гроши и что мы увидим на своих пластиковых картках 1 липеня. На это пытание нашим корреспондентам отказывали уголовным Управлением Национального банка Республики Беларусь по Макилёвской области. Как поведомили у нас банку, с 1 липеня до 1 жюня 80% банкоматов Макилёвщины будут выдавать ещё и старые банкноты. И только с 1 костричника банкоматы начнут працевать выключено с новыми грошами. В настоящее время банки проводят техническое переоснащение и установку программного обеспечения соответствующего. Приобретение новых банкоматов не потребуется. После деноминации отрымать в банкоматах можно будет купюры вартостью 5, 10, 20, 50 и 100 рублёв. 200 и 500 рублёвых купюр – это эквивалент сегодняшним 2,5 миллионам. Отповедно, в банкоматах не будет. Не будет там и монет. Нагадаем. Усяго оборот будет выпущено 7 номиналов банкнот и 8 номиналов монет. Хочу отметить, что новые денежные знаки станут законным платёжным средством только с 1 июля. Поэтому предлагать обменять нынешние денежные знаки на новые денежные знаки в настоящее время могут только мошенники. Агульная концепция дизайна новых банкнот отповедает девизу «Моя краина Беларусь». Каждая банкнота посвящена одной из областей. И это соответствие определено в алфавитном порядке. То есть Брестская область – 5 рублей, Витебская – 10 и так далее. Могилёвская область представлена банкнотой у 200 рублёв. На её намалеваны Могилёвский областный Мастацкий музей имя Паула Масленникова. До слова, он же упрыгоживает купюру у 200 тысяч сегодняшних рублёв. Катярина Балукова, Александр Тарасов, Новинрегион. Редактор субтитров А.Семкин